уууу у меня скилл за год по китайцам стал, просто друзья, уровень так и так, всем привет, добро пожаловать на тест драйв автомобиля сервис аито м5 в максимальной комплектации, это единственная, кстати, комплектация, которая представлена все они представлены официально, с гарантией, это гибрид, когда, друзья, вы слышите гибрид на гарантии это надо брать, по крайней мере, если вы хотите гибрид или там электричку покупать потому что я бы, зная ужасы владельцев разных неофициально везенных автомобилей, там, китайских гибридов я вам могу сказать, я недавно наслушался, что они там, что, что происходит вот из того, что знаю, лучше, если вы хотите связать свою жизнь с электроавтомобилем что я, конечно, никогда не советую, что с гибридом, берите на гарантию здесь у нас нормальный официальный дилер, Mercedes-Benz Rus, они на официальной гарантии приходите, отдаете, скажите, что-то там не заряжает или еще что-то, если, конечно, такое будет я уже тестировал Aita M7 зимой, минус 30, машина показала себя достаточно хорошо и стабильной можете пересмотреть этот тест друзья, за руль еще этого автомобиля не садился, поэтому вот пригнали машину ребята на обзор, полная зарядка, полная батарея сколько у вас вышло, по-честному, сколько вы проехали километров? в районе 900 800 километров? да а скорость средняя какая была? 150 150? 800 километров? то есть, ну, друзья, я могу сказать, что они никак не связаны с представителем этой компании но все там то, что M7 у нас хватало примерно 700, ну, тут легче, ну, логично то есть, полностью сегодня расскажу вам про этот автомобиль замерим динамику, салон, внешность давайте про внешность, я думаю, начнем, да, потому что я вот сегодня ехал за ними в потоке и думал, что вот если с этого ракурса посмотреть на автомобиль вот если вот так посмотреть я вам даже сейчас его сниму и кадр если цвет синий, убрать название брендов, M5, вот это все я бы вот реально мог спутать, что это Macan то есть, машина очень похожа на Macan по размеру, по габаритам, по всем параметрам в принципе, угадываются черты нет ничего какого-то такого неузнаваемого, что отторгает когда машина, друзья, похожа на Porsche, это хорошо по подвеске давайте сразу посмотрим, что у нас тут стоит машина у нас на поперечных рычагах, на двойных, это хорошо для тех, кто в этом не понимает, это примерно так же круто, как на Audi на Audi стоит такие, значит, у нас рулежка будет достаточно хорошая масса у автомобиля есть за счет аккумулятора пневмы нет, электроуправляемых амортизаторов здесь нет огромная панорама, все остальное все-таки, когда я M7 тестировал прям реально думал, что будут проблемы но проблемы там были на самом деле потому что в электрорежиме, когда ты включаешь только электричество все равно иногда, ну я думаю, что это при минус 30 тратился бензин для чего это нужно было, я не знаю что под капотом, как я уже говорил, это я испытывал уже в жестких условиях достаточно в принципе M7 концептуально такой же автомобиль у нас последовательный гибрид да, то есть это значит, что у нас бензиновый двигатель работает как большой генератор ну вот типа как на лисянгах, если вот из популярного что-то запас хода я уже вам сказал но зимой было меньше, конечно, на M7 потому что если вам этот тест интересен, можете посмотреть потому что там действительно вот в таких у нас любят, когда вот что-то новое выходит в морозах, в экстремальных проверять машина ехала очень стабильно и вообще в целом она, вот эта тачка тоже будет ехать очень стабильно потому что видно, что колесная база достаточно большая центр тяжести здесь, ну такой тяжелый элемент тяжести он находится здесь под днищем 40 киловатт-час у нас батарея вот, поэтому это будет, мне кажется, мягко и комфортно для кроссовера этого уровня и в эти деньги что касается цены, я забыл сказать примерно на 5500-6 миллионов рублей стоит этот автомобиль это дико дорого, безусловно но сейчас все так новые автомобили стоят которые у нас идут на гарантии вот, например, тот же самый Вэй стоил так же но мне интересно, сможет ли он быстрее, чем Вэй поехать потому что Вэй выходил из 5 секунд до 100 этот не знаю, насколько поедет в остальном, естественно, задняя у нас подвеска независимая естественно, привод полный но рассказывать здесь особо нечего и я сейчас расскажу и думаю вот зеленый цвет с этой решеткой это прямо Астон Мартин похоже достаточно охлаждение тормозов мы тут видим и там срез какого-то, какого-то коэффициента аэродинамического сопротивления это не бутафория то есть посмотрите, то можно прям посмотреть, увидеть диск значит, интересно, что машина у нас на Пиреле размер она сейчас 255 на 45 20-го диаметра и они специально на эту модель для электричек элект вот здесь написано почему? какая особенность интересна вот резина которая специально делается для электричек она скорее всего более жесткая в плане веса электрички все-таки тяжелые ну более жесткая может там жесткая износостойкость ну типа того, да посмотрите, хорошая такая вот у нас изоляция, тепло, вибро потому что, по-моему, на М7 что-то я отмечал, что мотор шумноват и вибрация передавалась на не вибро, это скорее всего шум и тепло какая тут вибро может быть ну ладно, сейчас проверим и еще, друзья преимущество этого автомобиля, забыл сказать вот я что хотел сказать 487 сил а налог у вас за 150 то есть у вас мощность я так понимаю, бензиновый мотор только указывается все, друзья, давайте посмотрим салон и так значит, ну, друзья как можно сказать, да по канонам дорогих гибридов из Китая то есть огромный дисплей тут хорошо как я определяю, по крайней мере, на мой взгляд вот я вижу китайский автомобиль новый на гарантии ну, других нет понимаете, просто новый, я сейчас вижу в России новый автомобиль на гарантии как можно понять, что он стоит дороже 5 миллионов ну, во-первых, это 100% CarPlay и Android во-первых, во-вторых, они беспроводные ну, и в-третьих на телефонах есть вентиляция для их охлаждения вот здесь, видите, она есть это всегда логично я просто сам купил себе китайский автомобиль чтобы понимать в них, разбираться сам езжу я понимаю, что когда у нас телефон на Apple CarPlay и на зарядке он в жару начинает греться и перестает работать поэтому здесь это удобно здесь это удобно, хорошо и продуманно в целом тоже удобно что белая кожа, подстаканник да, то есть большой дисплей друзья, первый раз сижу он достаточно, ну, средний по быстроте ну, если честно, давайте мы сейчас но если беспроводной, для CarPlay это нормально не, нормально, потому что беспроводные CarPlay они не всегда идеально быстро работают климат, 22, все показывается экран, да, хороший по крайней мере, дерьмо вот это вот ну, ладно, не буду ну, реально, друзья, ну, есть экраны, но просто дерьмо это просто вот невозможно, как дешевый планшет тут вот это вот, конечно, классно а что, типа, камера работает? ну, камера работает смотрите, сразу, представляете рабочий стол с GTR-ом у вас включаете, прям кайф прям классно вот, 360 все камеры обдув с охлаждением классно, не прямой обдув то есть, явно, что чувствуется чуваки переводили, которая тема иногда не в теме, прям совсем дай-ка я CarPlay проверю я не знаю, все равно на больших экранах вот это CarPlay, они смотрятся как вот, знаете, вот для телефона для пенсионеров с большими кнопками то есть, ну, как-то, не знаю, может как-то вот их в другой режим перевести все равно супер большие, как бы они не особо дальше заходим, что тут можно сделать здесь у нас можно сделать все, что угодно классический видеорегистратор если бы здесь был еще USB-выход для зарядки, например а антирадар, это было бы классно удобно, потому что некоторых ставят пи***ц, у меня скилл за год по китайцам стал просто, друзья, уровень я прям, я прям начинаю в них просто на уровне страданий просто на уровне страданий на своем я прям начинаю ценить, что такое хорошо, что такое плохо потому что знаешь, что такое плохо ты реально понимаешь, что такое хорошо или наоборот, что ты знаешь, что такое хорошо ты точно понимаешь, что такое плохо ну, я думаю, что здесь музыка хорошая, интересная да, то есть вот этот вот намек до сих пор вот Mercedes эти колонки раз сделал нормально, в дорогие комплектации засунул так, чтобы владельцы специально, чтобы выпендриваться этими колодками заказы в Китае их ставили и все начали ставить вот такие это значит премиальный звук еще я думаю что подсветка здесь это конечно уже не то ну естественно классная панорама, очень вообще прикольно классно, но я так понимаю что она затемняется, да здесь с пульта, ну как это нет в солнце такое ездить не может быть просто обычно такие панорамы они идут с затемнением, как молоко а потом типа хоп, в китайцах ты можешь вообще через год о некоторых функциях узнать, и что, тут сиденья интересные, подголовники здесь тоже интересные, но потому что ну типа ты чувствуешь, что они что-то держат да, удобно, я единственное понимаю почему экран такой темный здесь прям ярко себе можно настроить, да, а вот вот так, да, вот друзья, видите, наконец-то мы в очередной раз увидим, что ты слушаешь Тимати, то есть благодаря тому что тут все выводит опять же на экран и также мы видим вот заряд у нас 79% электробатареи на 152 километра запас хода и опять же 307 километров у нас ну да, я думаю, что 800 она проедет в принципе, это неплохо опять же, давайте посмотрим про режиме движения где они, тут состояние автомобиля можем посмотреть, опять же, резина все нормально, давление есть подключится звук система как выйти в режимы настройки автомобиля а, вот так? нет нажимаешь на машинку и вот тут, типа, может вождение и выбрать режимы у нас сейчас индивидуальный да, там вот мне понравилась статистика я сейчас зашел, друзья, смотрите среднее энергопотребление за месяц то есть она жрет в любом случае 8,7 на 100 километров с учетом того, что машина у нас постоянно это просто перевожу то есть, грубо говоря, эта машина может ехать коротко 5 секунд жрать 8,7 литра причем при всем вот статистика вот за все время и потреблять электроэнергию но так как она особо много тут не потребляет потому что маленькая батарея это более-менее хороший показатель вот тут можно понять по графику когда владелец Тимати слушал то есть, видите, по графику вот тут он Тимати слушает тут на работу едет вот, друзья, смотрите, да то есть у нас вот режимы вождения индивидуальные, это можете сам настраивать спортивный, экономный С продавants приоритет электро батареи приоритет топлива а ты говорил, что здесь можно просто топлив... хотя как можно только электро включать? она всегда будет приоритет выбирать я тебе как говорила, что она М7 она все равно иногда ты не можешь заблокировать вообще бензин и только ехать на электричество и она все равно у тебя будет жрать бензин ну когда вы включали электрическую типа, запас хода Бенза вообще не уменьшался только батарейка уменьшалась То есть она не заряжалась Чуть будет похолоднее, еще что-то Она все равно начнет там Летом может быть, да Так, дальше, так я уже сказал В любом случае, приоритет электро-топливо Авторежим Способствует устойчивости Ну, это понятно, все нормальные В автомобилях на нормальных ездили Понятно, из чего это состоит Тут вроде понятно все Очень похоже на многие панели Это сейчас так стало модно уже Что ты между руля смотрел Как бы вниз Итак, значит, садимся назад Ну, я могу сказать, что Почему я сейчас упираюсь Потому что сидение отодвинулось Типа в ожидании седока То есть на данный момент, как я понимаю Я сижу не сам за собой Но благодаря вот этой структуре крыши Интересно, что есть место над головой Потому что в Макане, в том же самом там Таких небольших кроссоверах В принципе, это всегда проблема По ширине проблем нет По длине проблем нет По тоннелям каким-то супер нереальным нет По зарядкам проблем нет Два Type-C Там даже USB есть и два Type-C Поэтому с точки зрения комфорта Вот подстаканники, пожалуйста Вопросов здесь у меня нет Колонки даже, смотрите, сзади Прямо по акустической системе выстроены Типа как вот 5.1, когда звук есть Там или 7.1 Все так под углом даже Единственное, мне кажется, как будто бы хотелось Чтобы двери пошире открывались А это всегда проблема на ней, кстати Это не только в этом Это же, она даже признается как Спорт-купе-кроссовер То есть Хочешь спорт-купе-стильный кроссовер Дай вон, открылся на угол И заходи Максимум Вентиляция Подогревы Все у нас есть Двойные стекла Даже сзади Что редкость даже, друзья Могу сказать Даже на машине, которая больше 5 стоит Но я конкретно сравнивать буду И сравнивать с V05 Потому что V05, как я в прошлом сказал Что, ну, это один из самых лучших Вот, ну, просто С V05, вот, Лисянк Ну, просто вот, на мой взгляд Ну, не то вообще Это не нужно Лисянк не нужен Если будет V05 Это по конструкции Ну, чуть-чуть, конечно Мягко говоря, есть, конечно Тут расхождение Но стоит она так же Поэтому сравнивать буду С ним Посмотрим Итак, друзья Про багажник Перед этим Про ключ То есть он достаточно Я так думаю Что есть ключ Это запасной А есть другой формы Я так понимаю Значит Вот ключ Открыть-закрыть И, собственно Ну, открыть Обратите внимание Ручки у нас выдвижны Теперь вы будете выбирать Мойки зимой Минус 30 Чтобы вам дополнительно Их продули Чтобы не было проблем Значит И Ну, это на самом деле Достаточно стильно смотрится Потому что Если вот, например Вы в пробке Или там боитесь Что вас кто-то Что-то вытащить Или в машину Ворвется То хер С таким ручками Вообще Чего Кто-то откроет То есть Даже если дверь Будет открыта А окна у вас На инкляционер Никто вас не вытащит Из машины Можете грубить Кому угодно Никто не подойдет Начнет вот так Для хамов Автомобиль просто Значит Два раза мы делаем Ну, я думаю Что высоту этого багажника Можно открыть И регулировать Судя по тому Как По механизму Еще есть запас То есть Его можно чуть выше поднять Просто Вот Выход Из багажника Есть аварийный Если что-то Все-таки заклинит Или еще что-то сделает Полочку Можно сделать Было, конечно Получше А нет 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 Со стороны Выглядит Потрогай Выглядит Как Раньше на девятках В базе были А она такая Прям как Мохнатая Хорошая Какая-то Дубленка То есть Реально круто Очень Прям нормально Не жалеет денег Дальше Значит Ну, здесь у нас Понятно, что Гибрид И электричка Любая Не может Хвастаться Таким параметром Внешние размеры И большой Габаритные размеры Внушительны И большой багажник Всегда Там много Когда Жирает батарея Она жрет Пространство И там А там Есть Ну Примерно Как у Porsche Макана Я думаю Тут все Небольшие Тут есть Наборы Для того Чтобы вам Там вот По крайней мере Вот Пожалуйста Можете Для буксировки Аварийный знак Тут у нас Размещена батарея Это понятно Но обратите внимание Опять же Хорошая Вот эта Шумовиброизоляция Которая Прямо так Лежит Достаточно Мощно Небольшое Вот такое Уточнение Еще как можно Багажник Открыть Так же Как на Макане То есть У вас Есть Вот это И у нас Еще есть Бензиновое Понятно Что тут Показывать Нечего И Здесь у нас Про зарядки Здесь наверное Все понятно Кто хоть раз Мои обзоры Смотрел Хотя Лучше конечно Гонг с Эльдаром Посмотреть Да Там Чем Там Информации Прям много Друзья Просто Невозможно Тут я Техническую часть Всю показываю А там Прям Два блогера Встали Кто быстрее Прилет Ох Как интересно Что скажет Эльтарс Что скажет Антон О Давайте Обсудим Что обсуждать То Вон Информация Смотрите Как делается Вот Смотрите У нас Это первая Зарядка Это для 220 Это быстрая Европейского Типа Для быстрой Зарядки Ну где автоматы Которые Половину Москве Не работают Нифига Прошл раз Заправляли Уэй Россети Верните нам Деньги А серьезно Ну серьезно Это уже Обращение к вам Сколько можно Мы заправили Списание Возврат Списание Возврат Зарядка Не работала Деньги съела И ничего Не заправила Ну это же Вообще И самое Интересное Что вот здесь Я реально Не видел Во-первых Шкала в цвет Кузова Но это я думаю Что случайность Здесь показан Уровень батареи То есть вот обычно Когда Ну иногда Там неудобно подойти То есть ты всегда Включил на зарядку И например Там смотришь Там на панель Сколько там осталось Надо подойти Испачкаться Посмотреть вблизи И Ну это подскажется Как для пистолета А вот это Прям сразу тебе показывает Что во-первых Зарядка пошла А во-вторых Что какой индикатор То есть ты можешь Прям издалека Иногда смотреть Не подходя далеко К автомобилю То есть вот Ну если зрение хорошее Может там кофе Сидишь на заправке Пьешь и смотришь Примерно сколько Потому что она В любом случае У нас открыта будет Надо подходить Открывать Например там Салон Смотреть То есть это прикольно Начинаем ехать Друзья Я после ГТР Для меня эта машина Кажется максимально Крутой и комфортной У нас индивидуальный Давайте комфортный Сначала попробуем Прежде чем ЕСЦ Оф Сразу отключим Я когда на Ауди Езжу зимой Конечно Никому информация Не интересна Первое что я сделал Пусть только завожу мотор Это выключает в целом Ну если это квадровая Какая-то тачка Все Зимний день Я прям блин Скучаю по зиме Друзья Представляете Машина заставляет Скучать по зиме Аккуратно смотрим Подвеска Ну норма Хорошо Подвеска прям Я думаю Она будет же вообще Отыгрываться Если она еще И не валкает При этом То подвеска хорошая Чуть ускорения Пипец И вот Суть электрокара В чем Знаете В том что Даже после ГТР Впечатляет Ускорение Потому что нет Есть просто Вот эта Пуш сила Которая никак не оформлена Ни звуком Не готовит тебя к этому Да Почему пассажиры Часто удивляются Вот это вот Есть вот Пуш рывок Который не готов Он сразу В момент Выдает тебе И даже вот Вот это вот Есть ускорение Но ей-то оно Я думаю Что она в пределах Пяти секунд точно На самом деле Этой подвеске Сложно быть жесткой Потому что Изначально у нас Колесная база Достаточно большая Как я уже Изначально говорил Профиль резин Ну высокий Не низкий Колесная база И центр тяжести Достаточно низко Здесь По сравнению С другими кроссоверами И тут вот Если вы знаете У нас вот Например Те же самые Маканы По-моему Электрические вышли Да На муале Да Полностью Он корок Сейчас Оооо Ты можешь Прест Над любым Издеваться В потоке Вот с этими машинами Я на Вее рассказывал Но их все равно Гибриды мало кто смотрит Эти электрички Но все же Все равно там Не одни и те же люди Вот они очень хороши В гонке в потоках То есть Если там шашки Резкие ускорения Рывки после Там преодоления Например Какой-то змейки Там ускорение Вообще нормально То есть Ты в полгаза проходишь Там хоп-хоп Там шашкуешь И как академик Конечно это делал Кое-как Чуть два раза Не вписался куда-то А прямо нормально Если грамотно едешь Хоп начинает Прям вот Это помогает Быстро ехать Вот Очень удобно Ооо Прям вообще хорошо Прям ты просто Перемещаешься Ты не ждешь Замедления Вот тебе даже Сейчас в шоке Да ты был? Ну неожиданно Водитель ожидает Это То есть Он на педаль-то жмет Понятно что есть А пассажиры не знают У них нет ни мотора Они как на игле Когда он еще Нажмет на педаль газа Вот сейчас Но сейчас было услышно Поэтому Ну это вот Эффект Примерно ускорения Чувствуется До 120 110 Потом она уже Более-менее Нормальная Но мне что-то Вот эти шумы Динамические Тут как будто есть И либо у нас Ветер сильный Боковой Хотя его нет Смотрите друзья Вот Проекция Человек который Ездит на этом автомобиле Сюда приехал У него как-то Такая странная Настройка была Он полностью Выключил вот этот экран И ехал по проекции Я так не ехал Никогда А у него вот Я думаю Странно и прикольно По трассе ночью ехать То есть тут проект У нас показывает Полосы Подруливание Машина сама едет Сама ускоряется Естественно Скорость твою Я думаю Можешь теоретические знаки Показывать Теоретические Снастроить В принципе Вся информация есть Достаточно удобно Сейчас пытаемся Еще раз ускориться Так все Драги поймали 120 130 140 Но Друзья Вот этой тачки Хватит Чтобы в городе Там потоки Хотя это не нужно делать Но если вы Занимаетесь Фигурным вождением На специально обученных Полигонах Он Камри 3.5 Давай Если 3.5 Как сейчас смешно будет Друзья Просто кайфанете Потому что Камри 3.5 Ходом С Камри 3.5 Ходом Спорить могут Только Боги Ну-ка давай Ну давай Давай Ну Это 2.5 литра Одна труба Причем это европеец По китайцам Еще можно сказать Усложниться Потому что там Две трубы Даже на 2.5 ставят А это Одна труба 100% Не 3.5 3.5 Тут бы мы сейчас Два часа Рубились А потом Была серия Про перезаезд Просмотров Был больше чем Сальдаром Но машина интересная На ней Интересно и ездить Давай мы попробуем Рекуперацию настроить Мягкий Стандартный Упругий И гоночный Гоночный попробуем Режим Электроуправления Спортивный Он уже Оказывается Стоял Но все-таки Машина при всех Своих повадках Она настроена На этот Полукомфорт Потому что спортивный Не особо чувствуется Когда в спортивный Прям энергия под газом Чувствуется Прям хочется Втопить И как И как на любом Гибриде Или на любой Электричке Более-менее Быстрой Ты понимаешь Что это Бесплатно Практически То есть Ты не тратишь Мотор Ты не тратишь Там не знаю Бензин Масло Как вот На BMW Все думают Втоплю Ну сколько Это мне будет стоить Или А нет Втоплю Плевать Даже если Капиталка впереди А тут вот Вообще плевать Тут машина же На гарантии у нас Давайте мы сейчас Замерим сотку Выйдем из машины Все Ну кроме меня Хотя мне кажется С учетом Автоматизации Всего здесь Она и Без меня может До сотки ускориться Даже если я выйду Если там Взломать какой-нибудь Компьютер Ох Даже чуть шлифует ЕСЦО Давай Итак Друзья Пробуем Замер Ну быстро Из пяти точно выйдет Стабильно выйдет 4.75 Ну прям на изи Как дети в школу 4.75 Это быстрее Чем Вей 0.5 Ну прикольненько Прикольно Интересно Прям чувствуется По ускорению И самое интересное Что этому автомобилю Не нужно Пец режим Температуру Хорошее топливо Давление в шинок Чтобы показать 4.75 Нагреться Перегреться Просто полный бак И вперед Опять 2.5 Мотор Да что же вы Что же у вас там Вы все 2.5 Уже за второй Камри гоняюсь И в чем друзья Прикол у этого автомобиля Это знаете Это в том Что она же не выглядит Как спортивная Ну просто Ей это обычный кроссовер Типа как все думают Ну ладно Там 2 литра Турбо Там 250 сил Там 8.5 секунд До 100 Типа Ну все А тут вот Вау эффект Чуваков Типа на иномарках На крутых Он вообще Меня всегда Очень забавил Будет ли разница В разгоне Если поставить Приоритет топлива Вот пробуем Приоритет топлива Ну сейчас друзья Мы просто посмотрим В разницу в разгоне Но 3 человека Уже в салоне Со мной Так же плюс-минус Плюс-минус так же Ну сейчас 5.06 Не Не имеет значения Так Сейчас давай По плохой дороге Чуть-чуть проедемся Мне прикольно 4.75 Ну Типа это Ну быстрее чем Все вот эти 5.0D Всякие СРТ Там геликом Там С геликом Можно погоняться Ну типа Ты быстрее чем 90% автомобилей В потоке Ну давайте Посмотрим Как у нас тут Подвеска Вот Вот я конечно Тут на ней боюсь Газпол Вот эту выбоину Проезжать Потому что все-таки Бампер Не чувствую Туда-сюда Понятно что Клиренс есть Ну Друзья Вот все равно Да Чувствуйте Что машина Не для Плохих Идеальных Да Понятно что То есть клиренс Полный привод Да Можно ехать По ним Ну как бы Не предусмотрено Немник То есть тут Возьми Шеви Ниву Или Дастер Тут ты можешь Лететь И семечки Грызть Спокойно Прям на Изи А тут Ну да Мы можем Проехать Но во-первых Не так быстро И все равно Надо следить За За этим За всем Итак Друзья Давайте мы Сначала С плюсов Начнем Потому что Это фактические цифры С которыми Спорить сложно Машина едет 4.75 Стабильно Без лаунчей Без всяких Подготовок Туда-сюда Вот нажали Со светофора И все классно Второй момент Расход топлива При этом У вас как Ну не знаю 8.5 по городу Это очень мало При таком Расходе При такой энергии Все равно Затраты электричества Небольшие Значит Налог При этом Низкий По сравнению С этой мощностью То есть Грубо говоря 475 сил Тут на халяву Практически Что мне еще понравилось Ну естественно Набор опций Как работает экран Адаптивный Круиз-контроль Проекция Ну в принципе У нее есть все опции Нельзя сказать Что вот машина Стоит там 6 И это должно быть Зимний пакет Подогрев руля Подогрев зеркал Подогрев форсунок То есть Все это у нее есть Поэтому Единственное То что Вот мне нравится Когда ты например Ешь с кем Ты хочешь заехать Это прикольно Что они знают Какой у тебя бренд Но не всем же так нравится Некоторые хотят Чтобы покупая За 6 миллионов автомобиль То есть Это было более узнаваемо Вот кто-то думает А за 6 я могу купить БУ Макан Зато я буду ездить на Порше Куплю трусы Порше Футболку там И ручку Порше И кружку Буду вовсе сидеть Пить их с ручки Порше Сейчас Почему? Потому что у меня Порше А тут ты Если даже кружку Series A&T M5 Купишь Тебе скажут Это что какой-то у тебя Бизнес коуч что ли Онлайн Что это такое Как бы И вот Даже образно взять По всем параметрам Если эта машина Будет круче Макана Пока То есть Нужно как-то Привыкание к бренду Понятно что он новый Как бы это со всеми так было Но пока Я считаю что Это пока Нераспиаренность И мало кто о них знает Потому что машина Действительно качественная Мы сегодня ехали В пределе Я там В всех режимах И подвеска И все Нет Даже я забыл Про шумуизоляцию сказать Потому что она в норме здесь И вот Типа я не могу сказать Что Вей 05 Лучше этой Это быстрее Точно Вей 05 Мне нравился бы за скорость Поэтому Даже она лучше И иногда могут С Маканом спутать Это тоже Друзья Большое преимущество И плюс друзья При всем при этом Это гарантия То есть Если у вас Есть возможность Взять кредит На автомобиль И вы должны Например На 5 На 6 На 10 лет Вы должны понимать Что когда вы берете кредит Машина У вас не сломается Она на гарантии То есть Вот МБ Рус Это Ну не просто Группа чуваков Которые решили Там оптом машины Завозить Да А это Естественно Дилер Уже С хорошей репутацией В России И вы точно знаете Что если вы На 5 На 6 Возьмете Лет кредит Машина будет ездить Она не будет Ломаться У вас не будет Затрат на гарантии Или еще что-то У вас будут Запланированные затраты Связаны с твоим Автомобилем И все То есть Вам не привезут Какой-нибудь Лисян Который там Будет утопливом Или там Его отключат Или Ziker Который там Хер пойми Что делать Кому звонить Особенно в регионах Да Может быть Она пока Уступает Порше Тому же Самому Макану В крутости Но у вас Нервная система Будет спокойнее Чем у чувака Который купит В эти деньги Макан Или BMW Например Который не будет Вот этот При каждом Писке Что за ошибка Что за ошибка Вы будете Просто Спокойный Понимать Что Эта машина Вас доведет Куда угодно Она заведется Если будут проблемы Можете позвонить Там Привезут эвакуатор Или еще Что-то Уверен Там есть Я не замечал Но уверен Что там есть Служба поддержки И все остальное Поэтому в этом плане Это логичный выбор С учетом Естественно Как я уже говорю Цены просто нереальные На автомобиле Но это не минус Этого автомобиля Это у всех так Но это автомобиль На данный момент Логичный выбор С учетом Если человек считает деньги Все Большое спасибо Вам за внимание Ставьте лайки И до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok